Девушки отдыхают Сегодня у нас на календаре 11 сентября. Весь православный мир отмечает священный праздник усекновения главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Давным-давно Спаситель наш Иисус Христос обрел крещение от святого Иоанна Крестителя. Узнали об этом недруги и заточили Иоанна в темницу. Не боялся смерти предтеча и бесстрашно обличал правителя Ирода Антипу за его грехи, что бросил он жену и сожительствовал с женой брата своего Иродиадой. Как-то закатил Ирод шикарный пир. Для гостей танцевала Соломия, дочь Иродиады. И так запал в душу правителю танец ее, что в кураже пообещал он сделать все, что дева пожелает. Только скверная танцовщица по наущению злобной матери потребовала принести ей на блюде голову Иоанна Крестителя. Испугался правитель, ведь сам он почитал его как пророка. Убоялся он и гнева Божьего, да гнева народа, любящего предтечу Господня. Но не смог Ирод по своему малодушию от неосторожного слова данного отступить и приказал отсечь святому Иоанну голову, да принести ее на блюде Соломии. Девица взяла блюдо и отнесла к матери, которая закопала главу в нечистом месте. Благо, жена царского домоправителя Иоанна отыскала честную главу и погребла в глиняном сосуде на горе Елеонской. А святое тело умершего в ту же ночь захоронили его ученики. Вскоре гнев Божий обрушился на тех, кто решил погубить пророка. Соломия, переходя зимой реку, провалилась под лед, который перерезал ей шею. Голову ее принесли Ироду и матери, точно так же, как принесли честную главу Иоанна Крестителя, а тело ее так и не нашли. А сам Ирод, подвергся гневу императора Каллигулы, был сослан вместе с Иродиадой в заточение, где оба были поглощены разверзшейся землей. В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя православной церковью установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого пророка. Дорогие друзья, не забудьте в этот великий церковный праздник посетить храм. Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok